Кадыр 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 Знакомая Игоря в комментариях порталу Е1 сообщила, что он уже прооперирован и разговаривал с ней в пятницу в пятом часу пополудни. В полиции Белоярского района или у округа, как принято говорить нынче, сообщили журналистам о двойном убийстве вследствие семейной ссоры. Чтобы отыскать удравшего седовласого стрелка предположительно 58 лет от роду, гражданин паспорт получить так и не успел. Известно, что он ростом 180 сантиметров. Был одет в темную одежку с пятнистыми вставками и удрал с ружьем 16-го калибра. Объявлен план перехват. По сообщению Е1, по всей дороге от Азбеста до Екатеринбурга стоят ДПСные патрули. А полицейские несут дозор возле избы стрелка Кадыра на улице Ольховой. В надежде, что он вернется в избу. Пока не вернулся, вероятно, прячется по окрестным лесам. По слухам, Кадыр был закодирован от пьянства. Если выпивал, шел в разнос. Прочие говорят, что пил он редко. Из похмелья долго маялся головой. К слову, наши эксперты обратили внимание на одну деталь, которая наверняка никакого отношения к следствию не имеет. От Режека до Белоярки 11 верст пути. И в поселке, где кровь пролилась 11 улочек. Просто совпадение и не более того.